Привет всем! И мы продолжаем говорить о причинах происходящих событий в нашей жизни. Как изменить свою жизнь? Чтобы изменить свою жизнь, нужно изменить своё мышление. Нужно точно знать и осознавать, что именно наше мышление, наш разум, именно он является причиной происходящих событий в нашей жизни. Именно посредством обновлённого мышления мы можем влиять на предстоящие события. Мы можем увидеть процветание, мы можем увидеть огромный финансовый рост, мы можем увидеть семейное счастье, мы можем увидеть крепкое здоровье, мы можем увидеть исполнившиеся мечты. Но всё это начинается с того, когда человек осознанно берёт под контроль своё мышление, когда он начинает понимать, что все негативные мысли, которые попадают в его разум, они не исчезают как пар, они не исчезают просто так. Особенно те мысли, которые повторяются раз за разом. Когда мысль повторяется, человек, он даже не осознаёт этого. Эта мысль проходит в наше подсознание и происходит материализация. Для того, чтобы устранить негативные события, которые грядёт в вашу жизнь, если вы оказались в каких-то очень сложных обстоятельствах и кажется, что выхода нет, вы должны нарисовать картину в своём разуме. Нарисовать картину и представить именно то, как бы вы хотели, чтобы эта ситуация завершилась. Что бы вы хотели увидеть, как бы вам хотелось, чтобы всё произошло и начать представлять эти события, начать представлять эти картины. В этом вопросе, в вопросе представления, в вопросе образов, мы должны дойти до того состояния, когда мы начнём буквально чувствовать, что это уже произошло. Есть такое понятие, как осязание, когда ты начинаешь ощущать себя уже победителем, в то время, когда в физическом мире вокруг тебя обстоятельства ещё не изменились. Но когда ты начинаешь так думать, когда ты начинаешь в этих мыслях углубляться настолько, что ты начинаешь уже ощущать себя победителем, ты уже начинаешь переживать буквально эти события внутри себя. Это и есть то пророческое состояние, это и есть тот момент, который запускают духовные механизмы. Вы должны знать, что мышление принадлежит к духовному миру. Что такое Вселенная? Вселенная — это духовный мир. И когда мы знаем об этом, когда мы знаем о том, что именно духовный мир контролирует физический мир, что именно из духовного мира и рождаются все события в нашу жизнь, что ничего не происходит случайно, ничего не происходит просто так, Каждый человек должен знать, что посредством своего мышления, посредством конкретизированных мыслей, посредством того, что человек видит конкретные картины, образы, посредством этого он может достигнуть самых невероятных результатов. Можно изменить свою жизнь на все 100%. Из самого нищего человека можно стать самым процветающим человеком. Из больного человека можно стать абсолютно здоровым человеком. И из человека, у которого нет семейного счастья, можно стать самым счастливым человеком в семейной сфере. Какая бы ни была ситуация, вы должны знать, она подконтрольна вам, когда вы знаете этот секрет, что именно посредством мышления вы можете изменить свою жизнь на все 100% и иметь великую судьбу. И об этом мы поговорим в следующей передаче. Пусть у вас все получается, и пусть в вашу жизнь приходят только хорошие новости. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.